Всем привет! Итак, это видео для тех, кто хочет максимально быстро собрать лендинг качественно, адаптивно под мобильное устройство. Например, у вас большая задача собрать 10 разных лендингов за один день. Сегодня, в 2018 году, это стало реально. Не верите? Смотрите это видео до конца. После просмотра этого видео вы сможете поставить поток ваших лендингов на конвейер. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Прежде чем мы начнем разбирать данный способ, я хочу сказать, те, кто хорошо уже знаком с компонентом Gridbox, возможно, вам этот урок будет уже неинтересен. Это видео для вновь пришедших, для совсем новичков или хотя бы для тех, кто уже умеет делать сайты, например, на Joomla. Для вас это будет очень полезно. И я хочу сказать, если вы хотите в дальнейшем ознакомиться более детально с тем инструментом, который мы сейчас рассмотрим, вот вам мой видеокурс. Ссылка в описании под этим видео. Или вы можете всегда заказать сайт у меня, также сейчас вы видите телефон на экранах. Итак, что нам понадобится, чтобы создать лендинг в течение 15 минут? Нам понадобится движок Joomla. В данный момент я использую 3.8.13 версию. И нам потребуется компонент Gridbox. На момент записи урока это 2.5.8 версия. Компонент Gridbox это как раз-таки тот самый конструктор страниц, который нам необходим, без которого у нас ничего не получится. Итак, нет, наверное, смысла показывать вам сайт. Вы видите болванку. По идее, вот перед вами чистый лес бумаги, да? И вам нужно как-то эти блоки создать, настроить и так далее. И что позволяет очень быстро собрать лендинг. Давайте посмотрим в админку нашего сайта. Перед вами холст. Открытая страница, новая страница на движке Joomla в компоненте Gridbox. И как здесь все быстро делается. Обращаем внимание с вами в левую часть. Здесь есть блоки страниц. Нажимаем на эту кнопку. И какой здесь принцип? Этот способ подойдет в большинстве случаев, так как у нас какой бы блок не был на сайте, на лендинге, да? Он примерно имеет один и тот же принцип. Призыв к действию, да? Блок информации о нас, блок наша команда, блок отзывов и подобные блоки, блок цены и так далее. И все эти блоки, они как готовые фреймворки, да? То есть заготовки. Готовые уже созданы для нас. То есть мы просто перетаскиваем мышкой нужный нам блок на холст. И нам остается лишь его просто настроить под цветовую гамму нашего сайта. И если там подразумеваются картинки, просто кинуть наши картинки. И все. И это будет очень быстро. Конечно же, время у вас еще уйдет на подготовку именно на картинки, на текст, который вы напишите для своего будущего сайта. Сейчас идет уже информация для тех, когда у вас все готово. Написан текст для каждого блока вашего сайта. И подготовлены хотя бы картинки, да? То есть хотя бы, пускай не нужного размера, но хотя бы вы знаете, что вы разместите. После всего этого вы просто заходите в быстрые блоки и начинаете смотреть сверху. Вот что вам нужно для первого блока наверху. Например, там призыв к действию, да? Вот наверху там призыв к действию. Смотрите, какой блок. Тут визуально такие миниатюры. Какой вам больше всего подходит, да? Просто зажимаете этот блок мышкой. И у вас появляется такая полоска, да? То есть куда можно разместить этот блок. Отпускаете мышь. Данный блок у вас размещается. Что мы делаем дальше? Мы начинаем думать. То есть, ага, значит, вот этот блок. Заливка синий, да? На наше усмотрение. Либо мы меняем цвет под наш дизайн нашего сайта. Либо мы можем задать фоновую картинку. Но с этим мы разберемся позже. Переходим опять в быстрые блоки. Что у нас идет с вторым блоком? Например, мы хотим разместить информацию о нас. Мы кликаем здесь пункт о нас. Смотрим, какой блок нам более-менее подходит. Если даже здесь не будет блока, который вам подходит, который вам нравится. То есть вот нет такого. Выберите любой блок, который вам более-менее может подойти. То есть из которого вы, например, можете там что-то сделать. Потому что для тех, кто не знает гритбокс, да? Вы можете взять любой блок и потом его поднастроить. Что-то убрать, что-то изменить, добавить. То есть я зацепил второй блок. И смотрите, загорается внизу вот полосочка, да? Значит, этот блок разместится вниз. Если подвожу к верхней границе, то видите, там загорается полоска. Значит, этот блок будет помещаться наверх. Например, вниз. Иногда блоки помещаются наверх. Просто зацепляем мышкой за вот эту фиолетовую шестереночку. Также тянем вниз. И он уже у нас встает вот тут внизу. То есть вот эти блоки, это подразумевает здесь какие-то картинки. Здесь вот есть еще и текст. Если мы вот выделим, мы это видим, да? Пока мы просто накидываем каркас. Кстати, так будет даже легче вам понять, как должен примерно выглядеть сайт, если вы не знаете, как должны выглядеть блоки, да? Просто глядя вот на эти все блоки, вы определяетесь, какой вариант вам больше всего подходит. Например, вы хотите продемонстрировать какие-то услуги, в которых будет, например, иконка, описание текста и кнопка, которая будет ввести куда-то. Ага, значит, примерный блок вы находите, зацепляете мышкой. Таким образом размещаем блок здесь. Думаю, принцип понятен. Нет смысла объяснять, как пользоваться этими блоками. Здесь просто вам нужно ознакомиться со всеми блоками, пробежаться мышкой, посмотреть, что здесь есть интересного. Давайте теперь посмотрим, как работать с этими готовыми блоками. Во-первых, сразу хочу сказать для многих, кто всегда волнуется по поводу мобильности. То есть, как будет смотреться на мобильных устройствах. Здесь прямо в редакторе можно посмотреть, то, что эти готовые блоки, они уже заточены под мобильные устройства. Вы это видите, смотрится все ровно. Но это надо делать в самом конце. То есть, просматривать, как это все смотрится, когда мы уже полностью закончим наш сайт. Что получается? Значит, вы накидали каркас, у вас готов, да? Макет, по сути, вашего лендинга готов. Пустышка, болванка. Вам остается лишь только заменить текст на свое и картинки на свои. И это все гибко настраивается в каждом блоке Gridbox. Не забывайте нажимать вот здесь вот в углу сохраниться. Итак, что мы делаем? Вот у нас, например, первый текст, да, наверху. Просто вот прямо здесь вы можете мышкой выделить. И написать. Мой первый сайт, например, да? Например, вы видите наверху там какой-то есть текст мелкий. Например, вам он здесь... Ну, вы подумали, он вам тут не нужен. Просто наводим мышь, нажимаем на корзиночку, удаляем. Все. Его тут больше нет. Теперь. Здесь есть общая цветовая схема. Что, посмотрите, например, у нас синий фон, синие кнопки там, да? Вот, например, кнопки, да? Вот у нас, например, кнопка одна будет зеленая. Мы можем, конечно, пройти в каждую кнопку. Вы видите эти настройки здесь, здесь и здесь. И поменять цвет на свой. Но! Здесь есть золотой инструмент, который максимально меняет все цвета. Кликаем вот сюда, вот, тема. И здесь есть заготовленные цвета. Например, первичный бренд. Кликаем по цвету. Например, меняем на красный. Вы видите, все кнопки красные. Видим иконки здесь. Находим здесь иконки. Выбираем, например, оранжевый. Вы видите, все иконки стали оранжевыми. Индивидуально также можно поменять каждый цвет. У отдельной иконки. Например, первый блок. Мы поменяли с вами заголовок. Например, хотим залить фон задней какой-то картинкой. Просто заходим в настройки. Выбираем фон. Здесь выбираем изображение. Загружаем изображение с компьютера. Я уже загрузил. Например, это кирпичный фон. Вставить. И вы видите, кирпичный фон помещается. Например, кнопка. Поменять цвет, да? Шрифт мелкий. В настройке каждой кнопки есть свои настройки. Заходим в дизайн. Например, выбираем межбуквенный отступ. Делаем размер. Текста на кнопке больше. Сам текст на кнопке. Меняется здесь. При наведении меняется. И самое главное, ссылка. Любую ссылку, или на внутреннюю страницу, или куда-то еще, на внешний сайт какой-то, можно разместить. Соответственно, аналогичным способом настраивается любой блок, который вы вытянули на холст. Нужен поменять фон. Меняйте, на что вам нужно. Например, градиент. Вот вы видите градиент. Цвет градиента меняется ниже. Нужен заголовок поменять. Размер его. Шрифт. Все можно менять также индивидуально и глобально. Видим здесь картиночки. Также это все меняется здесь. Вот здесь можно загрузить свою картинку. Также Gridbox позволяет создавать уникальные секции. Нажимая на плюс, создавая нужное количество колонок и размещая там свои элементы. У Gridbox также имеется ряд готовых плагинов, выполняющих те или иные действия. Но это информация, конечно же, для новичков. Таким образом, набив руку, вы действительно сможете минут за 15, за 20 создавать быстро, качественные, адаптивные, красивые лендинги под ваши нужды. Хотите изучить этот инструмент более детально, профессионально? Вот вам мой видеокурс для начинающих. Ссылка в описании под этим видео. Не хотите заморачиваться с обучением? Звоните. Вы мой телефон видите сейчас на экранах. Создадим вам сайт очень качественно, круто и в срок. На этом я с вами прощаюсь и до новых видео.